В первую очередь, что для вас эффективная тренировка? А пока вы думаете, напомню, что перед тем, как тренироваться, вам нужны адекватные сенсы и управление. Если в своих сомневаетесь, у меня есть видео на эту тему. Чекайте описание или переходите по подсказке. Возвращаемся к теме. Сказать честно, я сам не смог сформулировать какого-то общего определения, так что давайте по-простому. Эффективная тренировка это та, которая помогает тебе играть лучше. Так что хочу сказать, не надо сильно заморачиваться на этот счет. Делайте то, что по вашим ощущениям помогает и все. Сами придумывайте себе программу. Да и вообще, кто сказал, что нужно ограничиваться полигоном? Для вас открытие TDM, аркады, кастомки и классика. Так что делайте, что велит сердце и не ебите себе мозг всякими тренировками китайских проу. Погоди, погоди, погоди. Ты даже после этого хочешь узнать, какие упражнения я юзаю? То есть, первая часть видео, это для тебя шутка, типа, да? Ладно, на самом деле попробовать чужие сенсуру, раскладку, тренировки норм тема. Ведь на их основе вы можете сделать что-то свое. Сегодня накинул вам упражнение в самой игре, но в будущем будет еще видео по тренировкам вне панга. Спидран по полигону. Первое. Противодействие гироскопу. Идея проста. С помощью гиро вы ведете прицел в одну сторону, а пальцем в полностью противоположную. Задача удержать прицел на одной точке. Практикуя это, вы станете лучше чувствовать свою сенсу, и вам будет проще наводиться пальцем и гироскопом одновременно. Второе. Пекание. Вы по-любому видели, как челы пекали тут, 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 тут. И это, конечно, допустимо, но есть одна проблема. Вы точно не можете знать, попали или же нет. Во-первых, вам так быстро надоест. А во-вторых, неясно в правильном ли направлении двигаетесь. Вот что придумал. Берете вазик и ставите сюда. Все. Теперь выставляете мишеньки на свой вкус и можете пекать как хотите. Больше отрабатывайте тот способ, который, вероятнее всего, вы будете юзать в матчах. Думаю, это и так понятно. Третье. Таргет свитчинг. Третье. Таргет свитчинг. Короче, смена целей. Настройки можете скопировать у меня, но лучше их периодически менять. Как минимум, дистанцию до мишеней. Идея проста. У вас три цели. Им нужно в хаотичном порядке переводиться с одной на другую. Старайтесь наводиться как можно быстрее, но при этом не терять в точности. Научитесь это делать на достаточно высоком уровне, а там и до фликшотов недалеко. Четвертое. Разворот на 180. Как бы это забавно не звучало, но я рекомендую тренировать 180 именно на этих утках. Принцип следующий. Вы стоите к тиру спиной и ждете звук. Когда он раздался, ваша задача развернуться и сбить как можно больше мишеней. Затем опять разворачивайтесь и ждете следующего сигнала. Вот без рофла. По-моему, это лучшее место для тренировки 180. Как и в катке, тут-то триггером для разворота служит звук. И помимо того, вы еще и не знаете, где конкретно находится мишень. Единственный минус это макаки из парка веселья, которые могут вам по рофлу мешать. И пятое. Стрельба на 360. Самая сложная тренировка из сегодня упомянутых. Она должна научить вас работать на все 360 градусов, фликать чисто по звуку. Короче, сделать тем самым арабом на Redmi Note 9 Pro Ultra Max Premium Edition. Готовы? Заходите в тренировочный симулятор, берете два пулика по 150 патронов, выставляете первую сложность, идете в центр карты и пытаетесь выдать что-то подобное. Боты спауняются с рандомных сторон. Ваша задача не хилиясь и не покидая центр, забрать их всех чисто на имя. Обязательно юзайте наушники и старайтесь не запоминать точки спаунов ботов. Ну а вот и видео подошло к концу. Такой контент обычно продвигается не очень, так что репосты и лайки будут как нельзя кстати. А я делать вам next видео. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok